Всем привет! В этот раз будет обзор на FIFA 18, но как вы поняли, не на обычную, а под Nintendo Switch. Да, ну понятно, FIFA 18 в любом случае это полноценная игра на любой из платформ, но на Nintendo Switch это первая реализация, ну такой действительно большой игры от компании Electronic Arts. Ну и конечно же, всеми нами любимая FIFA это дорогого стоит. Так что в любом случае, наверное, стоило посмотреть именно версии для Nintendo Switch, потому что в остальных, ну там все более-менее понятно. Итак, FIFA 18 это клево, но ее нужно где-то купить, а где ее купить? Правильно, в магазине UltraGamer. И ссылочка будет в описании, ребят, вкусные цены, всегда все новинки, полный спектр возможностей для покупки, ну в общем, если купите у них, не прогадайте. Доставка по Москве, доставка по России, в общем, работают по полной программе. Уже не первый раз вам рекомендую, сам там покупаю и уверен, что вы получите максимум удовольствия от покупки, как и самой консоли, например, кстати говоря, их тоже продают. Ну и, в общем-то, игрушечек в том числе. Так что, если решите купить себе FIFA 18, однозначно идите в UltraGamer, ссылка в описании. Ну, а я еще попрошу вас прощения за свой больной голос, потому что я немножко простыл, но это не повод не писать видео и не повод не поделиться с вами о том, что же нас в FIFA 18 такого подобавляли. Итак, это у нас режим карьеры, здесь все понятно, я думаю, более-менее. Я попробовал, поиграл по сети, но тут в меньшей степени любопытно и интересно, что происходит вот из-за вот таких подзагрузок, как было сейчас, мне непонятно. Игра на самом деле бегает очень бодренько, но бодренько она бегает в портативном режиме. Запускал на телеке, ну там, знаете, как-то так, что-то около 30 фпсов и чувствуется, что патчи будут, потому что и глюки присутствуют, и иной раз контроллеры отказывают вообще как-то либо взаимодействовать. В общем, приятности игры на телеке, они вроде бы есть, а вроде бы их и нет. Наверное, прикольная самая фишка в том, что можно снять два джойкона и они будут отдельными контроллерами для управления FIFA. Ну, в общем, можно вдвоем зарубаться. Понятно, что здесь у нас сохранились абсолютно все возможности большой FIFA. Это приятно, наконец-то никто особо не обделил, и на самом деле, вот я лично залип, я не самый большой фанат спортивных симуляторов, но FIFA это понятно. Тут как бы без вопросов, но все-таки, да, и в формате Nintendo Switch она мне доставила за долгие годы, наверное, максимум возможного удовольствия. Если же я хотел бы, на самом деле, ну, попытаться как-то для себя понять вообще, адекватные это деньги за такую игру, неадекватные более чем, поверьте, прорубаться FIFA везде, причем есть синхронизация между большой версией, где-то на PS4 и маленькой на Nintendo Switch, все-таки маленькая, это все-таки более портативная вариация, то здесь хочу-не хочу. Вот, так что тут особо никаких моментов, но я предлагаю, на самом деле, вот смотрите, что касается геймплейных вариаций, и так, следующие игроки о расположении своих в период так-так-так-так-так-так-так-так-так-так, и, собственно, нам предлагают поруководить командой, как-то позаменять игроков и так далее. Но тут, как видите, все адекватно. Так, давайте мы бэкнемся и, собственно, поиграем матч. Вот что я и говорил. Нажмите Y, чтобы изменить способ управления порядок на экране, выбора сторон и настройки свой контроллер. Так, в нашем случае будет классический. Майчики мы выбираем, собственно, выход на поле, жмем. Ну и тут, соответственно, далее у нас будет, значит, момент по тренировке. Можем мы здесь вот попинать мячик. Оп. Ну, нам не то нужно было делать. Я промахиваюсь. Но я думаю, что давайте мы сэкономим время и запустим сам матч. Удивление, кстати, дисплей выглядит отвратительного свеча. На самом деле все по цветам ок, по картинке все тоже ок. Я специально вам показываю версию именно на Switch, потому что... Ну, в смысле, не на телевизоре, да? Потому что она и любопытнее выглядит, и, в принципе, играется тоже несколько более любопытно. Единственное, что я сейчас снизил уровень сложности на минимум. Просто чтобы не так сложно было конкретно здесь играть во время того, как я это говорю. У меня не такой большой опыт говорить, играя. Так вот, как вы видите, все вот эти моменты там по забиваниям, здесь какие-то заставочки, повторы, все они выглядят хорошо. Русский перевод сохранили, кстати. Давайте. Вы заметили, да? Я сейчас не говорю про саму FIFA, потому что про саму FIFA вы можете посмотреть любой другой обзор. Тут вообще какие новшества и так далее. Мы сейчас говорим про техническую сторону версии для Nintendo Switch и вообще рентабельности покупки как таковой. Это много важнее, потому что все знают, что такое FIFA 18, но при этом как она выглядит и играется на Switch вообще не ясно. С учетом, что здесь в принципе классическое управление, здесь особо никаких моментов-то быть не может. У вас исключительно чуть худшая графика. Все режимы камеры, кстати говоря, сохранены. То есть вы их можете поменять абсолютно так же, как это было бы на консольной версии на старшей. Давайте я убавлю. Вы слышите, да, на русском? Давайте. То есть озвучка оригинальная, как это будет. На мой взгляд, если расценивать с точки зрения того вообще стоит ли или не стоит, то конечно стоит. Блин, это FIFA. Раз. А второе, она теперь у вас в прямом смысле в кармане. И вот это немножко воодушевляет, потому что, с одной стороны, для вас это хорошо знакомая игра, с другой стороны, она совершенно по-новому ощущается вот в таком полноценном мобильном гейминге. И вот тут респект компании Nintendo, потому что они на своей консоли смогли сделать то, что не смог сделать вообще никто. Оффсайд. Тут, да, я не заметил. Ну, в общем, тут основной момент, который вы должны для себя понять, что картинка выглядит более чем прекрасно для портативной консоли. Есть некоторая сложность, повторюсь, версии для телевизора, когда втыкаем консоль в телек. Вот в этом случае немножко странно все выглядит. Значит, хотелось бы, наверное, большего фреймрейта и больше стабильности. Но я уверен, что патчами в самое-самое-самое ближайшее время все это исправят. И будет вообще весело играться, так как мы привыкли. Но даже сейчас, как она выглядит вот здесь, ну, в настолько полноценных мобильных игр, извините, я не видел очень много лет. И если у меня есть возможность играть в FIFA 18 там, где я хочу, в прямом смысле, да, взять консоль и, там, не знаю, ехать в поезде, в метро, сесть на лавочку на улице, развалиться в кресле дома, ну, для меня это уже показатель того, что денег достаточно. Если меня еще и не особо ущемляли в плане графики, возможностей и всего вот этого, вообще шикарно. Если мне нужна именно мобильная портативная версия, то никто мне не запрещает купить версию на PS4. Да, двойные траты, но все-таки, как говорится, скорее всего, будет прекрасно все синхронизироваться, я дозабил. И это тоже решает. Так что, с точки зрения технологий внутри, да, наверное, здесь вообще никаких претензий. С точки зрения управления, да, удобно, Switch идеально лежит в руке, в принципе, все абсолютно вещи, там, ну, скорее и так далее, они здесь плюс-минус такие же, вы не ощущаете никаких дискомфортных историй. Но при этом у вас, повторюсь, полноценная FIFA в руках, меня это до сих пор не отпускает мысль. Я уже дня три или четыре дня релиза играю, и вы знаете, до сих пор ощущение какого-то, ну, такого детского восторга от, что наконец-то технологии дошли до тех пор, и наконец-то появилась консоль, которая действительно способна выдавать какое-то подобие действительно интересного контента, полноценного, большого, на, вот, фактически ладони. То есть, действительно, очень маленькое устройство, портативное. Я не знаю, ну, меня воодушевляет, во всяком случае, если раньше мы ругались, там, да, и вы писали в комментариях, фу, это игрушки, короче, которые вот это вот неинтересное, там, да, вот это вот Mario Kart ваши, какая-то индюшатина, там, ну, вот Rayman, ну, ладно, вот, ну, покемоны ваши тоже никому не нужны, кстати. И вот это все, оно вот, ну, оно не нужно просто вам, да, то FIFA это первый большой, действительно, тайтл сторонний, который, наверное, заставляет всех задуматься, а может быть и правда, все-таки необходимо. В общем, если бы я ставил оценку у FIFA, я бы поставил девятку. Если я ставлю оценку, так сказать, первый вот такой вот, первый проход с у FIFA на Nintendo Switch, то я поставлю 9,5. 5,05 балла я поставлю за то, что это работает шикарно в портативном режиме, и ты безумно круто ощущаешь каждый удар, ты понимаешь, насколько кнопочка продавливается, там есть понятие вибра, которое тоже дает определенное ощущение и понимание, и насколько хорошо контроллеры это отрабатывают, тут вообще вне всяких похвал. В общем, на мой вкус, наверное, сейчас вот это просто must-have и тайтл, который должен жестко продавать Switch, во всяком случае в России. У нас обожают FIFA, и FIFA обожают прям просто реально миллионы людей, и это круто. То есть теперь это еще и вот в таком мобильном ключе. Ни один ваш смартфон, который мощнее якобы Nintendo Switch, не позволит вам реализовать такую игрушку по одной простой причине, ее никто покупать не будет за фулл прайс. А тут четкая игровая история и четкая оптимизация под один тип железа. Преклоняясь перед Nintendo, они сумели сделать. И преклоняясь перед Electronic Arts, что они пошли на поводу тенденциям, трендам и сделали версию для Nintendo Switch. И при этом сделали ее прекрасно, шикарно. В общем, моя оценка 9,5, ваше мнение жду в комментариях, большие пальцы вверх, если понравилось. UltraGamer, ссылка внизу в описании, переходите в магазин, покупайте только у них. Самые вкусные цены, самые интересные игрушки и, конечно же, консоли. Ну и, наверное, на этом действительно все. Я пошел дальше залипать в FIFA, а вам спасибо, что смотрели, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok